В эфире Народного телевидения Хибины программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях в минувшей неделе. С вами Михаил Ильсеев, здравствуйте! В минувшие выходные единственный подъезд дома номер 6 по улице Дзержинского в Апатитах остался без оконных стекол. И сейчас вы узнаете, как это было. До крещенских морозов в Апатитах пока, конечно, далековато. Однако и в нынешнюю погоду остаться без остекления удовольствия мало. Вечером 17 сентября обитатели пятиэтажки попросили помощи полиции, пояснив, что хулиганы расколотили в подъезде все окна. Когда к месту происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, найти квартиру – источник безобразия – не составило никакого труда. Патрульные прошли по цепочке кровавых следов и нашли молодого человека с замотанной рукой. Когда задержанного вывели из подъезда к полицейскому автомобилю, картину случившегося дополнили соседи. В итоге всех участников этого драматического действия доставили для последующего разбирательства в отдел полиции. В апотетах на улице строителей нетрезвая дама устроила ДТП, а родственники дамы устроили драку с водителем подбитого ей автомобиля. Вечером 18 сентября рядом с гаражным массивом столкнулись Mitsubishi Outlander, выезжавший из гаражей, и Ford Focus, наоборот, в них заезжавший. Как пояснил водитель японского автомобиля, он даже полностью остановился, чтобы дать даме возможность проехать. Однако та, явно не чувствуя габаритов своей машины, врезалась в Mitsubishi. После столкновения, по словам мужчины, муж автоледи и ее сын предложили ему разъехаться, встретиться на следующий день, вновь поставить автомобиль в то же положение и вызвать ГИБДД. Он отказался, и тогда родственники женщины набросились на него с кулаками. О нападении дважды пострадавший апотетчанин рассказал сотрудникам Росгвардии, прибывшим к месту происшествия после сообщения о драке. Дама, как показала свидетельствование на алкоголь, в тот вечер села за руль пьяной. Впрочем, от полицейских она этого и не скрывала. А вот водитель автомобиля Hyundai Tucson, врезавшийся в белореченском поселке в рейсовый автобус, наоборот, ни в какую не пожелал делиться с полицейским алкотестером, прошедшим через его легкие воздухом. Подбив автобус, мужчина развернулся и скрылся с места происшествия, спрятавшись от патрульных у городской бани. Именно там инспекторы ГИБДД его и обнаружили. Напомним, отказ от освидетельствования на алкоголь влечет за собой точно такую же ответственность, как и пьяная езда. 30 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Продолжаем дорожные хроники. Авария, в которой пострадали два человека, случилась под апатитами на дороге, ведущей к третьей ферме. Водитель «Лады Ларгус», выезжая из поселка Залесия, не пропустил «Фольксваген». Машины получили серьезные механические повреждения, а у водителей медики заподозрили одинаковые травмы позвоночника и грудной клетки. Однако от госпитализации мужчины отказались. В момент ДТП они были трезвыми. От удара на дорогу уволилось топливо, которое пришлось смывать пожарным. В субботу утром наряд дорожной полиции задержал во дворе дома номер 66 по улице Дзержинского в апатитах пьяного мужчину, который пытался вскрыть вот этот автомобиль. Наша съемочная группа тоже работала на месте этого происшествия. Около половины пятого утра жители дома позвонили в полицию и сообщили, что во дворе неизвестный лезет в чужой автомобиль. Уже через пару минут мужчину задержали. А я уже посиди здесь. Вряд ли, конечно, в таком состоянии Апотичанин действительно хотел покататься по дорогам города на чужой Ниве. Он очень слабо отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, а потом и вовсе заявил, что является спецагентом по борьбе с наркопреступностью, работающим под прикрытием. Вот именно, вот я хотел, б***ь, накрыть, а, б***ь, сик, б***ь, накрыл сейчас вот, ими, б***ь, своим вот джипом, б***ь, и вот, вот, ими, мусорами, б***ь, сидел, б***ь, в засаде, б***ь, специально. Инспекторы ГИБДД вступили с агентом в долгие переговоры, несколько минут уговаривая его добровольно сесть в патрульный автомобиль и проехать в отдел полиции. Борец с наркотиками ни в какую не соглашался. В итоге мужчину доставили в межмуниципальный отдел МВД России апатитский силой и в наручниках. Какое наказание ждет его за все содеянное в ту ночь, станет ясно после окончания полицейской проверки. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасны для жизни» подошел к концу. Смотрите нас в эфире Народного телевидения «Хибина» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!